Яйца, кондитерские изделия, рыба и мясо – все эти продукты нельзя есть в пост. Притом первая неделя Великого Поста – самая строгая, и придерживаться нужно всех правил. Однако почти все священнослужители в один голос заявляют – пост – это не только о воздержании в пище. Чтобы человек нашел золотую середину во всем. И в питании, чтобы не переусердствовал, и в тех недостатках, которые он имеет. Великий Пост постарался справиться со своими грехами, с тем злом, которое есть у каждого из нас. И воздержание – это тот принцип, который помогает нам находить границу между тем, что необходимо, и что уже будет излишеством. Великий Пост – это важное событие в жизни каждого христианина. Меняются и службы в церкви, в них меньше песнопений и больше чтений молитв. Делается это для того, чтобы дать определенный настрой. И тогда человек сможет заглянуть в себя, попытаться найти тишину и подумать, обрести Бога. Первые четыре дня читается Великий Покаянный Канон преподобного Андрея Критского. Это очень интересное молитвенное духовное произведение, которое рассматривает историю человечества, начиная с сотворения мира и вплоть до новозаветных времен. Но не просто рассматривает, а сравнивает жизнь всего человечества с жизнью каждой отдельной души, которая вначале блуждает, не имея опоры, ориентиров, но затем обретает Бога и находит свое счастье, находит смысл этой жизни. Поститься или нет – выбор каждого. Разрешается не придерживаться Великого Поста детям, кормящим и беременным, пожилым и больным, а также путешественникам и людям, которые выполняют тяжелую физическую работу. Но главное помнить, что суть Поста далеко не в еде, а в молитве. Ведь, как сказано в Писании апостола Павла, попечение о плоти не превращайте в похоть. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...